Порядка трех сотен спортсменов из разных уголков Беларуси в эти дни собрало открытое первенство, к участию в котором свое желание выступить изъявили представители всех областей и города Минска. На протяжении трех дней спортсмены будут соревноваться не только за награды. На кону еще одна потенциальная вершина. Турнир является отборочным для участия сборной команды страны в чемпионате Европы среди молодежи. То есть он один из тех турниров, который будет влиять на отбор. Фехтование – это целый мир, большой и интересный. Его считают искусством, военной наукой, методикой воспитания. Среди остальных видов спорта он выделяется своей эстетикой, богатством истории, уходящей в глубины тысячелетий. Несмотря на время, своей популярности фехтование не потеряло. И даже наоборот, именно здесь можно найти целое династии. У меня родители занимались фехтованием, поэтому меня папа отправил на фехтование. Мне не сразу это понравилось, сначала занималась синхронным плаванием, потом все-таки взяла свое. Гены взяла свое. Ну вот уже 12 лет занимаюсь. Года 4 назад, после реконструкции, у нас в Бресте появилась база, где мы сейчас находимся, лучшая в стране на сегодняшний день. Да, материальная часть вопроса, в принципе, решена. И с удовольствием приводят родители детей, и их тренировки проводят. К нам приезжают на соревнования, с удовольствием фехтуют, потому что приятно пофехтовать в хороших условиях. Сегодня фехтование – это не просто спорт, это окруженные ореолом таинственности и романтики действа. Использование оружия – еще одна дополнительная ответственность, которая возлагается на каждого спортсмена, который берет в руки саблю, шпагу или рапиру. Многие из этих юных участников, пока представители молодежной сборной, начали свой путь со всем юных лет. И сегодня понимают, что стоит за этим красивым действом. И уже имеют достаточно достижений и опыта, чтобы совсем скоро пополнить ряды взрослой сборной страны. Продолжение следует...